Всем привет! Сегодня мы рассмотрим японскую головоломку под названием Дельта. У неё третий уровень сложности из шести, и головоломка оказалась слишком простой. Я потратил на неё очень мало времени, поэтому решил добавить в это видео ещё одну бонусную головоломку, о которой вы узнаете в конце ролика. Поэтому рекомендую досмотреть видео до конца. А мы без лишних слов перейдём к решению головоломки Дельта. Поехали! Давайте распакуем головоломку под названием Дельта. У неё третий уровень сложности из шести. Можете написать в комментариях, какой это уровень сложности по десятибалльной шкале. То есть головоломка довольно простая, но мне понравилось, как она выглядит. С обратной стороны нарисовано, сколько у нас будет всего деталей. То есть у нас всего три детали, и необходимо ее разобрать, а потом собрать обратно. Давайте распакуем ее. Как обычно, в наборе идет инструкция на русском языке. Здесь говорится, что это творение инженера Кьё Вон из Гонконга. Давайте решать творение инженера Кьё Вон из Гонконга. Будем, как всегда, засекать время, но мне кажется, у нас совсем несложное будет. Единственное, что, возможно, будет сложно, и потом собрать обратно. Так, может, разъединяться начал? Как ее объединить? Есть, объединил. Давайте решать. Засекаем время. Старт. Время пошло. Итак, давайте пытаться решить. Если растянуть, я уже вижу внутренние детали, но при этом головоломка не разбирается. Возможно, нужно повернуть под каким-то углом. Так, можем сдвинуть вот так две детали и какую-нибудь одну двигать в другую сторону. В какую-нибудь сторону. Нет, не помогает. Давайте посмотрим, какие у нас внутри детали, в принципе, есть. Вот так можем заглянуть. И пока не особо что-то понятно. Если развернуть одну... То есть я попытаюсь сейчас растянуть и одну пытаться поворачивать. Не помогает. Теперь другую пытаюсь повернуть. Нет, ничего не происходит. Нет, это не помогает. Эта головоломка однозначно интереснее, чем я думал сначально, потому что здесь есть какая-то загадка, которая не такая тривиальная. Так. По-моему, у меня начало больше разъединяться. Стоп. Все-таки она тривиальная. Потратил одну минуту в 8 секунд. Почти 9 секунд. Головоломка очень простая. Она действительно очень простая. Она красивая, да. И я изначально понимал то, что она будет очень простой. Кстати, здесь написано Delta. Вот здесь написано Delta. И, скорее всего, на одной из деталей будет написано Hanayama. Обычно так и происходит. Да, вот здесь есть надпись Hanayama. Потому что в головоломках Hanayama обязательно есть надпись Hanayama и обязательно название головоломки. Давайте пробуем собрать ее обратно, снова будем встекать время. Возможно, здесь потрачу больше времени. Сбрасываем предыдущее. Сброс. Старт. Время пошло. Так. Ставим одну деталь. Ставим. Как бы нам еще одну поставить? Стоп. 23 секунды. Это слишком простая головоломка. Это просто невероятно простая. Она красивая, но почему у нее третий уровень сложности из шести? Это пятый из десяти. Почему такой высокий уровень сложности на такой простенькой головоломке? Вы просто раздвигает детали, потом начинает двигать одну под углом, и все. То есть здесь даже толком нет никакой загадки. Я надеюсь на то, что она будет немножко сложнее. Но она слишком простая. Я не знаю. Давайте в этом видео я добавлю еще одну головоломку, для того, чтобы было более справедливо. Потому что это слишком коротенькое видео. Давайте добавим еще одну головоломку. Как наверняка знаете, совсем недавно вышли новые часы от компании Apple. А я уже довольно давно хочу купить себе смарт-часы. Единственное, что Apple Watch совсем не дешевые. Давайте посмотрим, какие в принципе есть версии, какие существуют аналоги, и выберем хорошие смарт-часы. Удобнее всего выбирать на геокаталоге. Здесь можно открыть нужный раздел и выставить все необходимые фильтры. Выберу умные часы. На сайте более двух сотен моделей. Часы сразу отсортированы по популярности. Мне понравились несколько различных вариантов. Это, конечно же, Apple Watch Series 5. Они идеально подходят для iPhone. Также мне понравились часы от Garmin. У них классический дизайн и более широкий функционал. Плюс держат заряд до 7 дней. Можно рассмотреть и менее дорогие варианты. Например, Xiaomi или Huawei. У них функционал попроще, но и цена значительно ниже. Все отзывы положительные. Плюс это популярные модели, которые много где продаются. Можно найти выгодное предложение. Я добавлю в список желаний еще несколько интересных моделей, которые вам наверняка понравятся. Но в любом случае, в описании я оставлю свой список желаний. И предлагаю вам в комментариях написать, какой фирма у вас часы. Если вы, конечно, носите. А мы вернемся к решению головоломки. По причине того, что Delta оказалась слишком простой головоломкой, у нас будет еще одна бонусная головоломка. Это кубик-робот. У меня уже два таких было, но я не купил тогда третий вариант. Это, кратки, третий вариант кубика-робота, который я еще не показывал на своем канале. Давайте его распакуем. Итак, суть головоломки заключается в том, что у нас есть вот такой кубик. Из него можно собрать человечка, либо робот-трансформер. Вот, кстати, больше похоже на лицо человечка, так что будем собирать человека. И он будет разбираться точно так же, как кубик-змейка деревянный. Давайте я сначала покажу, как он выглядит. Вот так он выглядит. И давайте начнем его разбирать и потом собирать обратно. Когда будем разбирать, время стекать не будем, потому что это делать довольно просто. Итак, давайте разбирать и будем смотреть хотя бы, как он устроен. Отодвигаем одну деталь. Это, скорее всего, будет нога. Очень похоже на ногу. Так, она вот так закручивается, ладно. И вот здесь, скорее всего, вторая нога. И, кстати, вот интересно то, что вот эти две детали, они немножко выпирают относительно других. То есть, их сделали чуть-чуть больше, чем нужно было, возможно. Так, выбираем одну ногу. Здесь, ну что? Здесь, скорее всего, рука, голова. Голова у нас получается так, затул очень спрятанная. Сыпется краска, потому что его еще никто не распаковывал с завода. Итак, вот так выглядит этот человечек. Он, кстати, довольно большой. И у него, вероятно, нужно ступни вот так сделать. Да, нет, вот так. Одна ступня, вторая. Ну что ж, давайте попробуем собрать кубик. Я практически уверен в том, что на данную головоломку я потрачу больше времени, чем на дельту. Потому что дельта оказалась слишком простой. А данная головоломка хоть и кажется простой, но на самом деле она довольно сложная. Я уже решал две подобные головоломки. Они все уникальны, у них различная форма элементов, они по-разному собираются. Но, тем не менее, они все непростые. Так что давайте засекать время, посмотрим, сколько мне понадобится. Итак, засекаем время. Старт, время пошло. И давайте сначала укладывать голову. Так, начнем с головы и будем как-нибудь укладывать руки. Голову, наверное, вот так будет компактней. И теперь как-нибудь руки. Самое главное в такой головоломке не выходить за третий слой. То есть вот сейчас у меня три слоя. А если я сделаю как-нибудь вот так, сейчас продемонстрирую, это будет уже четвертый слой. Так не пойдет. Поэтому нужно как-нибудь уложить руку так, чтобы она не выпирала. Вот так, например. Так она не выпирает. Или в другую сторону. Наверное, вот так лучше. Сейчас. Как мне это сделать? Вот так. Вот, все. Так она вообще не выпирает. И теперь ноги я буду укладывать. Они прям сюда идеально ложатся. Стоп. Стоп. Потратил 1 минуту 35 секунд и 0,0 миллисекунд. Прям идеально остановил время. И головоломка оказалась не такой уж и сложной. То есть она сложная однозначно. Но, в принципе, если рассуждать логически, все довольно легко укладывается. Возможно, мне повезло. Потому что я, в принципе, нормально сразу уложил руки. Так что они не выпирали. Кстати, где лицо? Вот. Лицо. И давайте, кстати, посмотрим. Я собрал точно так же, как в инструкции. Точнее, я не сказал про инструкцию. Дело в том, что в данной головоломке есть инструкция. Но она в обратную сторону. То есть здесь рассказывается, как из кубика собрать робота. То есть вот так это выглядит. Но при этом у нас кубик не первоначальное положение, а какое-то среднее положение. То есть сделали какие-то действия, у нас уже получилась такая фигура. И потом дальше собирают робота. То есть если идти в обратную сторону, собрать будет совсем непросто. Поэтому инструкцией пользоваться нет смысла. И проще, наверное, будет даже вот так собрать, чем пытаться разобраться в инструкции. И самое интересное то, что такая простенькая головоломка, которая совсем недорогая, она стоила копейки, мне кажется, более интересна, чем Delta, которая стоила довольно приличную сумму и считается одной из сложных. Это компания Hanayama и так далее, но она неинтересная. Она совсем простенькая, она оригинальная, да, конечно. Но я не буду ее решать заново, потому что здесь нечего решать. А в данном случае это полноценная игрушка детская. То есть ребенок может с ней играть как с человечком, как с роботом. Здесь гнутся руки, здесь гнутся ноги. Можно действительно играть с этой игрушкой. И также для взрослых это будет полноценной головоломкой. Кстати, локти, наверное, правильно вот так собирать. Да вот так более логично. Напишите в комментариях, какая головоломка из этого видео нравится вам. Delta либо Transformer. Я думаю, все-таки большинство будет за деревянного Transformer. Он очень классный. Подводя итоги по двум головоломкам, могу сказать, что это явно пример того, как простая дешевая головоломка может оказаться намного интереснее, чем более дорогая головоломка известного производителя. Потому что Delta, она очень простенькая, она красивая, да. С этим не поспоришь. Она сделана очень качественно, металлическая, красивая. Здесь есть гравировка. На одной части написано Delta, на другой части написано Hanayama. Это очень красиво. Это мне нравится такая головоломка. Но она простая, и я справился с ней меньше, чем за две минуты. При этом головоломка с человечком я, конечно, тоже довольно быстро решил. Но возможно, это за счет того, что я уже подобные головоломки решал. Я уточню, что все три человечка, вот таких вот роботов-трансформера, они решаются по-разному. То есть у них принцип сборки приблизительно похожий. То есть вам необходимо скручивать, скручивать. Какая-то логика общая есть, но тем не менее, это все разные головоломки. И несмотря на это, данную головоломку я решил дольше, чем Delta. И это интересно. Во всяком случае, плюс данная головоломка еще выступает в качестве игрушки. А теперь информация специально для тех, кто досмотрел видео до конца. В моем инстаграме каждый день выходят логические задачки, stories. Я публикую задачу, прикрепляю специальную форму для ответа и через какое-то время публикую правильный ответ. Поэтому, если вы любите логические задачки, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка на него есть в описании. Там же ссылка на мой второй канал и на все мои социальные сети. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok